В этом видео мы будем генерировать кратные числа и использовать для этого популярный язык питом. Давайте приступим. Первый способ, которым мы можем это сделать, мы можем взять просто все натуральные числа от единицы до n плюс 1. То есть мы ищем кратные числа для числа n и берем все от единицы до n плюс 1. То есть для n берем на самом деле, просто мы в ренде должны передать на единицу больше, потому что он не будет выдавать последнее число. И из этого диапазона натуральных чисел путем применения умножения на само число n каждого числа мы можем получить все кратные числа числа n. Что мы и делаем, записывая их в виде вот такого генератора. Значит давайте проверим, что это работает. Я сейчас вызову эту функцию для числа 2. Так, только здесь мы должны указать, что мы хотим не n чисел, а 100, допустим, чисел n. И мы получили все первые 100 чисел кратных двойки. Но это не единственный способ сделать на питоне. Существует также второй способ. С помощью функции range. То есть в данном случае наша функция m будет по сути функцией range. Только мы сразу же проинциализируем. Точнее сказать, мы идем до 101 умножить на n числа n шагами. Таким образом мы получили нашу функцию. И давайте убедимся, что она работает. Я также запущу, но уже для тройки, например, да. Чтобы получить первые 100 чисел кратных трех. И мы их получили. Благодарю вас за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые образовательные видео. Субтитры сделал DimaTorzok